Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики. Затем мы видим, что водородное тело уже видно, вторым и третьим пальцем руки извлекаем его изо рта. Тем самым мы даем человеку возможность мешать. Мы наклоняем человека и делаем толчкообразные движения. В Сергеево-Посадском филиале Московского областного медицинского колледжа четверокурсники рассказывают второкурсникам, что надо делать пострадавшим до приезда врачей. Владислав Сорокин показывает, как спасти человека, если он подавился. Я показывал прием ЕМЛЕХА. Он несложный, ну, собственно, просто нужно один раз увидеть это, и он легко запоминается достаточно. Базовые упражнения, то есть, все однотипное. Достаточно сделать толчкообразные движения просто. И все, в любой непонятной ситуации, если мы видим, что человек лежит без сознания, толчкообразные движения. Только вот сколько раз это придется делать, никто не знает. Курс оказания первой медицинской помощи изучают в медицинских колледжах на втором и третьем курсах. Второкурсник Егор Пасухин удачно повторил все, чему его научили. Оказание первой медицинской помощи должен знать каждый человек. Вам приходилось оказать? Нет, еще не приходилось. Я думаю, так не пригодится в будущем. Но знать мне нужно в любом случае. В Сергеево-Пасадском филиале Московского областного медицинского колледжа учат, как делать искусственное дыхание, чем помочь при обморожениях или кровотечении. Здесь обучаются 403 студента. Многие занимаются волонтерством. Ситуация может случиться в любом месте. Не всегда может оказаться рядом медицинский работник, который может оказать помощь. Также это может случиться с вашим родственником, что тоже всем необходимо знать хотя бы минимальные азы для того, чтобы спасти человека близкого или просто прохожего. Будущие медики вместе с преподавателями проводят уроки безопасности, на которых обучают школьников и студентов навыкам оказания первой помощи. В нашем районе мы неоднократно выезжаем по просьбе администрации учебных заведений, колледжей, для того, чтобы обучить не только учащихся школ, но и сотрудников, преподавателей, учителей оказывать первую медицинскую помощь. Это в обязательном порядке. В прошлом году мы были в физмат-лицее, проводили такое занятие, в 22-й школе и, в общем-то, в других учебных заведениях. Кроме медиков, приемами оказания первой помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели. Но, как показывает жизнь, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно и нередко в отсутствии людей с медицинским образованием. Поэтому важно в экстренных ситуациях, когда дорога каждая секунда, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно.